Сейчас интервью, которое мы записали, интервью в записи, повторю для наших зрителей, с Мухтаром Аблязовым, казахстанским предпринимателем, политиком. Вот что он думает о происходящем. Анна Лесен-Григорьева взяла это интервью. Политик и предприниматель Мухтар Аблязов выходит с Грэмом на прямую связь. Здравствуйте, рад видеть вас. Здравствуйте. Хотела бы начать интервью с возможных ветвей, скажем так, развития событий, войны в Украине. После Курска и этой, казалось бы, успешной, как кажется, по крайней мере, операции вооруженных сил Украины, которая еще не завершилась, она продолжается, и мы следим за развитием событий. На ваш взгляд, что дальше, и какие вообще сценарии вы здесь видите, и возможны ли они? Здравствуйте, уважаемые зрители, еще раз. На самом деле, еще, конечно же, не ясно, каким образом завершится Курска операция, и вообще, насколько она долгосрочная. К сожалению, сейчас существуют разные данные, и я бы так сказал, что они тревожные. Ну, во-первых, сейчас вот последние данные, которые опубликованы различными изданиями, что там участвует всего лишь 11 тысяч войск со стороны Украины. Это, конечно же, недостаточно, и, скажем, если не наращивать силы, резервы возможности Украины в этом регионе, в Курской области, то в итоге, конечно, российские войска, обладая большим численным перевесом, выдавят. Поэтому вот сейчас преждевременно говорить, какой будет итоговый результат, но если говорить краткосрочно, то, безусловно, это успех. Безусловно, это успех. Как украинская сторона заявляет, что захвачена территория сопоставима с размерами, которые получила Россия в результате тяжелых боев за 9 месяцев, начиная с осени прошлого года по текущий период. Но мне кажется, что в этой войне, если говорить о масштабах именно территории России, скажем, сопоставлять километраж на километраж не очень корректно, потому что, скажем, когда российские войска шли с тяжелыми боями по территории Украины, они не просто территории получили километраж, они понесли большие потери живой силы в технике, понесли материальный ущерб, в конце концов. Поэтому все это, если что-то считать, что называется, огурцы нужно сравнивать с огурцами, помидоры с помидорами, то есть нужно смотреть на ситуацию в комплексе. Пока в комплексе ситуацию нельзя сказать, что украинская страна нанесла серьезное, скажем, поражение или потери, сопоставимые с тем, что Россия понесла за 9 месяцев предыдущей войны. Поэтому преждевременно говорить. Здесь я на самом деле хотел бы развить тему, ну, собственно, вы спросили, что будет дальше. Я смотрю, очень много аналитиков, как на Западе, так и в Украине, и есть различные российские аналитики, говорят о неких переговорах. То есть, ну и Путин в своем заявлении сказал, когда было наступление украинских войск в Курской области, что Украина хочет улучшить свою переговорную позицию. Ну, в чем суть? Суть в следующем, что российская сторона устами Путина заявляет, что необходимо отдать фактически весь Восток, это ДНР, ЛНР, нынешние административные границы, плюс Запорожская и Херсонская области, при том те места, которые еще российской стороной не захвачены. По сути дела, речь идет не при остановке войны в текущей, скажем, ситуации, а именно уже даже больше, чем то, что Путин смог завоевать. Ну и второе, речь идет о разделе по, скажем, при остановке войны по принципу Северной и Южной Кореи. Мне кажется, здесь кардинально другая ситуация, и не очень будет правильно ориентироваться, например, Северной и Южной Кореи. Дело в том, что я уже, в принципе, последние полтора года и на украинских каналах везде выступаю, говорю следующее, что любые попытки договориться с Россией при остановке войны и, соответственно, отдать какие-то территории, это, по сути дела, для Украины путь в никуда, не только для Украины, для мирового сообщества. Почему? Потому что, ну, смотрите, есть соглашение между членами ООН о том, что существующие границы стран-членов ООН являются незыблемыми. И все время Украина проводит различные саммиты, где участники этого саммита все время заявляют о том, что признают территориальную целостность Украины. И получается так, что агрессор в лице России все эти соглашения, договора, международные договора, которые стоят выше внутреннего законодательства, все это игнорирует. По сути дела разрушается мировой порядок. Если перевести на бытовой язык одного государства, допустим, если человек совершил преступление и кого-то убил, и по законодательству той или иной страны за это полагается 20 лет, 30 лет или пожизненный срок, но при этом находится, допустим, один человек, который совершает такое родное преступление, ему за это ничего, просто легкое порицание, появляется второй человек, которого тоже не осуждают на длительные сроки, не сажают в тюрьму, просто легкое порицание. Получается, что в стране законы не работают. А если в стране законы не работают, то государство, по сути, будет разрушено. Вот в данном случае, когда речь идет о переговорах и договоренностях с Россией, приостановить войну, зафиксировать текущую ситуацию по границам, которые сложились вследствие этой войны, это, по сути, тот самый случай, когда совершенные преступления тем или иным государством не порицается, не наказывается, создается прецедент, когда государство может, по сути, наплевать на все соглашения, на, собственно, сам принцип и признание суверенитета тех или иных стран, участников ООН, получается, что тогда мировой порядок разрушается. И, по сути дела, те, кто двигают мирные переговоры, они предлагают создать хаос не только между Россией и Украиной, а глобальный мировой хаос. Потому что такого рода территориальные претензии в мире могут вызвать многие государства. Тот же Китай в сторону Тайваня. Также мы знаем кучу примеров других. Венесуэла, например, пытается все время завоевать соседнюю страну, потому что там нефти много. И если страны ООН признают мировой порядок и все время заявляют об этом принципе, то государство, которое разрушает этот мировой порядок, должно быть наказано. И вот если возвращаться теперь к России и к Путину, я считаю, что такого рода переговоры, они будут губительны для Украины. Почему? Это я понимаю, что сейчас война, разрушена инфраструктура, и она длится, эта война, два с половиной года, даже больше. Но что будет на самом деле после того, как если вдруг стороны договорятся по разделу, скажем, или приостановке войны по текущей ситуации, и раздел, соответственно, Украины на две части, по сути дела. Это значит, что буквально через год, если не раньше, Путин, накопив силы, снова двинет свои войска против Украины. Украина за год ничего не сможет сделать, не восстановиться, не развить экономику, не увеличить свой оборонный потенциал, ничто не успеет сделать. Потому что если Россия в условиях мощнейших санкций, которые не имеют аналогов за предыдущие десятилетия, такого вообще примера нет, чтобы и так страну обложили санкциями. Если она в этих условиях добивается роста экономики на уровне 5% в год, а мировая экономика вообще растет всего лишь на 3-4% в год, вы понимаете, что в условиях, когда Россия получит передышку, она станет сильнее. И предыдущий пример тоже показывает. В 2014 году Россия захватила Крым, по сути дела захватила восточную часть Украины, получила 8-летнюю передышку, подготовилась, начала массирную войну. Следующая передышка для Украины ничем хорошим не закончится. Более того, когда, а это будут понимать все, внутренние инвесторы, само население, бизнес Украины, международные, Украину никто не будет инвестировать. Те люди, которые уехали из Украины, они уже не вернутся. Я во Франции встречаю немало украинцев, которые прямо говорят, мы не верим своей стране, в нашей стране коррупции, не выполняются нормы конституции и так далее. Ну, они так говорят, как будто они не граждане из-за страны, где, скажем, власть в руках неких украинских жрецов, которые почему-то должны свято соблюдать, знаете, как нормы этого закона. Законы выполняются только тогда граждане, когда требуют, выходят на митинги, контролируют. Это постоянное, скажем, движение, борьба. А никто не будет просто сидя у власти, это только в авторитарных странах, кто-то получил власть и он делает так, как он хочет или может, или решает. А в демократичном государстве постоянно идет борьба. Ну, собственно, к чему это приведет? Приведет к тому, что когда будет короткая передышка, инвестиций не будет, страна будет стагнировать, Украина ослабнет, Россия станет крепче. Поэтому сейчас любые переговоры, любая остановка войны, это не значит, что станет лучше, что Россия даст возможность Украине развиваться. Ну, Путин просто заявляет, НАТО нет, контингент военный должен быть ограниченный и так далее. Там масса всяких ограничений. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что у страны нет суверенитета. А если у страны нет суверенитета, это значит, нет независимого государства, нет будущего у Украины, соответственно, и этноса. В любом случае, наступит момент, когда, если вот проводить такую политику соглашательства, страна будет поглощена. Я хочу напомнить еще раз пример 1939 года, когда такую соглашательскую политику занимали Великобритания и Франция. Гитлер сначала съел Австрию, потом Судетскую область, Чехословакию, а потом и всю Чехословакию. Потом наступил момент, Гитлер договорился с Стальным, поделили Польшу, съели Польшу. Это было начало Второй мировой войны. Так называемая соглашательская политика. Украину ждет то же самое. Любая попытка, каждый раз о чем-то договориться, она не работает. Я сейчас сказал бы следующее. Вот звучит формула Зеленского, формула мира. В чем она заключается? Она заключается в том, чтобы Украина вернула обратно все свои потерянные территории, включая Крым, то есть по сути 91-й год, выплатила репарации и так далее. Такое возможно только тогда, когда Россия попадет в ситуацию, как было с Германией в 45-м году, когда будут военные поражения, потому что добровольно режим Путина не будет платить репараций, добровольно не отдаст Крым и это выглядит вроде как фантазия Зеленского. Но это не так. Почему не так? Потому что если мы исходим с концепцией, что существует мировой порядок, существуют страны ООН, существует Совет Безопасности, существует масса международных договоров и конвенций и значит эти страны участники ООН или как минимум ведущие страны мира семерка, они должны принудить, чтобы Россия действительно подчинялась тому мировому порядку, который она приняла и подписала. И в этом случае действительно будет срабатывать формула мира Зеленского. Но для этого никаких переговоров не должно быть. Россия должна понести поражение, она должна быть разоружена, оружие массового поражения должно быть отобрано. И страна, когда будет развиваться демократическим путем, очевидно, что по сути будет развал России. Это единственный путь, когда цивилизация может сохраниться как цивилизация. В противном случае все это приведет к новым масштабным войнам. Поэтому я не верю, что какие-то переговоры будут и последующее развитие событий показало, что ну не будет никаких переговоров. Посмотрите, в прошлом году западные СМИ все время говорили о неких переговорах. Потом они очень быстро закончились. Это западный мир так устроен, они все время ищут компромиссы. Компромиссы, когда у них выбирает правительство, парламентская борьба, кто-то фракции договаривает с соседними партиями, таким образом выстраивается политическая борьба. И это сейчас же отражается и международной политике. Западный мир пытается постоянно найти компромисс. С Путиным компромисс найти будет невозможно. И он уже заявил. Прошу прощения, что вас перебило. Не только западный мир, но ведь такие, как Алексей Арестович, выступают как раз с этой позиции. Сейчас он поменял свою точку зрения после Курска, но тем не менее он как раз говорил все то, о чем вы сказали до этого. Знаете, я скажу следующее. Выскажу критические вещи, которые обычно эксперты не говорят, но я критически скажу. Кто такой Арестович? Они вместе с Марком Фигиным года полтора рассказывали неправду. Скажу нежно. Они врали, что вот осенью, точнее уже в апреле будем пить кофе в Крыму. В прошлом году это еще было. Они врали все непрерывно. Ну, я даже случай с Казахстаном скажу, когда такая прямой помощник Путина, они говорили нож в спину, кинжал всадил Путина, плюнул ему в лицо. Я возмущался, говорил, прекратите врать. Все это закончилось тем, что через какое-то время они разругались, Арестович с Фигиным, и Фигин начал говорить даже такие слова по Арестовичу, что все, что он говорит, это моча. Извините, они полтора года эту мочу разливали по всем каналам, украинским каналам. Вчера я слушал, я на самом деле нет-нет, смотрю эфиры. Арестович как раз-таки регулярно человек, меняющий мнение. До этого он говорил, переговоров не будет, потом говорил, переговоры будут, потом давайте мы России с вами объеднимся, сделаем Европу, потом, а, вы получили свое и так далее. Это человек, мнение которого как флюгер меняется 10 раз на дню, если так откровенно говорить, да. Поэтому его мнение вот для меня вот как человек, который квалифицированно может оценивать и экономику, и политические процессы, скажем, вызывает большие сомнения. Оно ничего не стоит. Я вчерашнее его интервью смотрел, где он говорит, нет, теперь вот эти события, которые произошли, говорят о том, что переговоры будут. А какие могут быть переговоры со страной, с Россией, которая говорит, что вы не будете входить в НАТО, вы будете иметь ограниченный контингиопось, то есть это фактически будет протекторат Путина. О каких переговорах может идти речь со страной, которая говорит, что у вашей страны Украины нет будущего. Понимаете? Вот. Поэтому, знаете, Аристоевич это не эксперт, это флюгер. И в экономике не разбирается, извините, он даже такие вещи удивляет, я удивляюсь, как экономист вам говорю. Будет фиксированная ставка, 7% годовых, мы установим, учетная ставка центрального банка административным путем не устанавливается. Понимаете? Это вам любой экономист скажет. И когда этот эксперт говорит, что он остановит, будучи президентом, став президентом учетную ставку 7%, вызывает гомерический смех. Это не эксперт. Я впервые вынужден в лоб сказать, что это не соответствует уровню эксперта ни по каким вопросам принципиально, к сожалению. Вот. Что мы делаем? Если говорить, а что делать-то собственно Украине, чтобы сейчас победить Россию, чтобы Россия приняла поражение? вот на данный момент позитивно оценить, что сделано по-курску. Что это значит? Много сейчас говорится о асимметричных действиях, асимметричной войне. Украина, если говорить о населении, минимум пять раз по численности меньше, чем Россия. Я думаю, что это еще некорректное сравнение. Почему? Потому что в России около 10 миллионов работает представитель Центральной Азии. и фактически это вассальное государство с численностью более 70 миллионов человек. Я имею ввиду в Казахстане, в Узбекистане и так далее. То есть у него человеческий ресурс многократно превышает возможности Украины. Не говоря о том, что около 10 миллионов человек Украину уже покинули. Это первое. Второе. В военном отношении Россия доминирует не просто в 3-4 раза сильнее, чем Украина. Раз в 100. Потому что есть определенные типы оружия, ракеты, ядерное оружие и так далее, которым Украина не располагает. И более того, с учетом получаемого оружия от Запада существующего ограничения, что не бить, нельзя бить по территории России, я думаю, что можно смело говорить, что перевес у России стократным. И в этих условиях Украина, я считаю, совершает просто беспримерный подвиг. Она стоит насмерть и отступает, если сдает территории небольшие. Но стоять, скажем, обладая меньшие возможности стоять против лицом к лицу, как показывает мировая история войн, вспомните период Александра Македонский или там еще какие-то периоды войны, лицом к лицу, скажем, менее подготовленной, менее обладающей меньшими возможностями армия не должна стоять, потому что она проиграет заведомо, просто массой задавит. И в этот момент человечество давно придумало механизм так называемых асимметричных ударов. И вот тот самый пример, который был в Курске, это был один из примеров. Ну, вспомните, когда крупные войска шли, что делали, например, кочевые войны, они нападали ночью, они кошмарили и изматывали таким образом противника. Вспомните Наполеона, который пришел взять Россию, взял Москву, а там брать нечего, разрушены деревни, деревянные постройки Москвы, которые были сожжены, и непонятно, что Наполеон взял. В итоге, что сделал Наполеон? Бежал назад, и всю дорогу его били и разгромили. Это вот та самая симметричная война. То есть, против более сильного противника нельзя вести такую же тактику борьбы, стоять лицом к лицу. То есть, стоять надо, но при этом нужно наносить те самая симметричные удары. Вот в этой связи я хотел бы, скажем, позитивно сказать, что украинцы вот такого рода возможности сейчас проявили. Это вот как было в Курске. теперь, на мой взгляд, что нужно делать. Посмотрите, сейчас, если посмотреть мнение экспертов, считает количество солдатов, количество танков, пушек, на самом деле нужно считать все по-другому. Сейчас, извините, я тут звук отрегулирую. Да, там мессенджер, кажется, приходит сообщение, если это у вас, потому что у меня уже все закрыто. Смотрите, я хотел бы на самом деле перейти на экономический язык. Дело в том, что уже полтора-два года, но сейчас меньше, я слышал следующие мнения со стороны военных украинных экспертов, которые, когда я выступал, говорил, что вот Казахстан помогает Путину поставлять различные товары, которые затем используются в войне против Украины. У меня военные эксперты спрашивали, сколько танков, сколько броневиков. Я говорю, это ошибочный взгляд. Нужно считать деньги. Сколько, скажем, денег заработал режим Путина, потому что за эти деньги они нанимают бойцов. Вот сейчас в Москве около двух миллионов рублей разово платят, если люди идут мобилизуются добровольно. Это деньги. На эти деньги строятся танки, покупаются комплектующие, летают самолеты, снаряды, в конце концов, в Северной Корее и Южной. Поэтому можно через деньги считать возможности. Россия сейчас финансирует где-то не менее 10 миллиардов долларов в месяц свои военные нужды. Сразу логика подсказывает. Значит, у России нужно отбирать деньги, чтобы не было возможности нанимать наемников, покупать оружие и так далее. Каким образом? Вот здесь в этом случае асимметрии заключается. Санкции. Существующие санкции дырявые. Это все понимают. Как это сделать, чтобы этого не было? Нужно просто относиться к ситуации на войне как на войне. Вот я сейчас считаю, что стороны договариваются иметь ввиду Украина и Россия якобы в Катаре, в Дохе будут переговоры, что стороны обещают не расстреливать друг у друга энергетическую инфраструктуру. Например, да? Но так не бывает. На войне как на войне. Что значит не расстреливать энергетическую инфраструктуру? В России уже почти 80% энергоинфраструктуру Украины уничтожила и в этих условиях она говорит, ну все, я типа вас уже свою работу сделал, а теперь вы не стреляете после того, как Украина начала бить по энергетической инфраструктуре. На войне как на войне. Вы слышали, чтобы Советский Союз, когда воевал с Гитлером, чтобы они торговали зерном, одеждой, взаимно поставляли газ и так далее. На войне как на войне. Поэтому если вот такой подход будет, то тогда все меняется. Вот первое, каким образом лишить Россию экономических возможностей, чтобы они не финансировали войну? Я свои записки уже писал для администрации Зеленского. Разрушить портовую инфраструктуру, которая более 60% поставляет нефти, нефтепродуктов. Порты находятся в уязвимой зоне, в зоне доступности выплашек Украины, и они в состоянии их разрушить самостоятельно. Да, я слышал, что есть запреты со стороны Запада, они все время их ограничивают, опасаются, что мировые цены на нефть поднимутся и так далее. Это ерунда, потому что те убытки, которые несет мировая экономика, они числяются триллионами долларов. И если сегодня цена нефти на уровне 80 долларов, то будет 100. Было в 22-м году свыше 100 долларов за баррель. В 8-м году вообще 140 долларов за баррель было. Мировая экономика это переживет. Но вот эта ситуация с войной, она глобально влияет на возможность выживания всей цивилизации. Это пока такой уровень войны. А если эскалация будет, скажем, как боится Америка нарастать, то уровень войны будет совершенно другой. Нужно нанести такой ущерб, чтобы Россия не могла финансировать войну. Вот основные доходы Россия получает через нефть и нефтепродукты. Вот сейчас, например, на последний момент Украина бомбила нефтеперерабатывающие заводы. Да, это правильно, это ущерб. Но даже если разрушить значительную часть нефтеперерабатывающих заводов, это минимум 50 миллионов тонн мощностей, это для России это вообще ничего. Почему? Потому что 50 миллионов тонн, у нее есть резервы, нефтеперерабатывающие заводы работают не на полной мощности, они просто приподнимут эти объемы и закроют вот тот ущерб, который нанесла Украина. Это не поможет. Эти записки я тоже записал. Это тоже не поможет. Нужно бить конкретно создавать такую ситуацию опять же это может сделать Украина. И цена вопроса всего лишь 500 миллионов долларов. Что такое 500 миллионов долларов? Украина официально заявляет, что они в день тратят на войну 100 миллионов долларов. То есть 3,6 миллиардов долларов в месяц. Вот инвестирует 500 миллионов долларов на покупку военных дронов максимум 100 тысяч долларов стоят эти дроны военные. И можно просто нанести военные удары, инвестировать всего лишь 500 миллионов долларов и фактически разрушить экономику шести приграничных регионов. Это Брянская, это Курская, это Ростовская, это Краснодарский край, это сам Крым. Там живет 20 миллионов человек. 20 миллионов человек, это приблизительно около 10 миллионов рабочих мест. 5 миллионов человек рабочие места потеряли, что такое 5 миллионов рабочих мест? Умножайте на 1000 долларов компенсации людям нужно платить, 5 миллиардов. 5 миллионов умножить на 1000 долларов, 5 миллиардов в месяц, это будут потери российской экономики. Это минимально, потому что рабочие места, администрация регионов должна этим работать, тоже их надо финансировать. То есть я вам говорю минимальную сумму. Если Россия финансирует войну в месяц на 10 миллиардов, фактически за 3 месяца можно нанести такой убыток, что они потеряют ежемесячно, только на этой операции будут терять 5 миллиардов долларов в месяц. Я не говорю, что нужно считать порты или другие сектора экономики. Вот простой пример. Сейчас эксперты гадают, а в чем цель военной операции в Курске? Вот вчера там Арестович вместе с журналистом заявляли, возможно захват Курской атомной станции и обмен его на Запорожскую. Ну вот я как бывший министр энергетики вам скажу, просто люди не понимают, что такое атомная станция. Атомная станция это просто объект, который генерит электроэнергию. Ее захватывать смысла нет. даже ее захватят, они с ней ничего не сделают. Она не будет им генерить в их сторону электроэнергию. Это не получится. Ее можно просто остановить работу. Каким образом? В линии выдачи мощности разрушить, подстанции и так далее. И некуда будет выдавать эту мощность. Ее можно остановить. Курская атомная станция покрывает 75% потребления Курской области. Там есть еще Ростовская, еще там есть Нижневоронежская по-моему называется атомная станция. Три атомные станции. Если их обездвижить, просто не разрушать их, а линии электропередач, подстанции, трансформаторы, все эти разрушить. и фактически не будет электонергии у еще ряд есть Краснодарского края станцию разрушить. Что получится? Получится, что 20 миллионов человек потеряют способность функционировать. Не будет электонергии, не будут работать лифты, унитазы, не будет освещения, не будут работать больницы. Вот представляете, 6 регионов. Россия должна почувствовать, что такое война, что сейчас происходит. Узкая прослойка едет на войну, они получают какие-то деньги, когда часть из них погибает, а 99 и более процентов они даже эту войну не видят. Магазины товарами заполнены, люди получают заработную плату, даже больше, им даже стало лучше жить, чем до войны. Понимаете? А что такое война? И когда страна будет испытывать потрясение, когда люди потеряют работу, когда им будет не на что жить и негде жить, тогда будут те самые события, которые мы все ждем, тогда будут реальные протесты. Наши, ну там различные эксперты говорят, что россияне рабы, и не будет никаких протестов, это неправда. вот недавно ростовская атомная станция остановила работу, в Краснодарском крае там начали сразу митинги, люди вышли, губернатор начали там долбить, вышли на митинги, свет у них появился, все успокоилось. Вот представьте, вот рядом приграничные регионы, цена вопроса 500 миллионов долларов в 3 месяца, это самый асимметричный удар, бьются конкретно энергообъекты, всего 25 энергообъектов, их можно поразить двумя стами бплашек, понимаете, это небольшие деньги, что такое 500 миллионов, 5 дней войны, а что сейчас происходит, Украина вынуждена проводить мобилизацию, она очень тяжело идет, они обучают людей, должны покупать, получать западное оружие, это сложнейший процесс, это называется лицом к лицу идти по той же технологии, которая идет России, которая берет массы, Украина массой не сможет взять, потому что Запад не готов пока финансировать масштабно несколько раз больше, чем военный бюджет России, поэтому вот асимметричный удар, человек тот же сам остался, инструменты просто поменялись, но раз инструмент поменялись, то собственно сама идея асимметричных ударов, она присутствует, и сейчас это возможно сделать, понимаете, да они это делают, я вижу бьют нефтебазы, какие-то объекты разрушают, но здесь нужна концентрация, ударить по буквально несколько десятков энергообъектов, крупным промышленным объектом, они останавливаются, миллионы человек теряют работу, им нечего есть, негде жить, беженцы, миллионы беженцев, в Украине Восток дал около 5 миллионов беженцев, но Россия огромная, здесь просто в 6 регионах живет 20 миллионов человек, это половина Украины, все в пределах 500 километров приграничной, это все в пределах досягаемости выплашек, они стоят недорого, понимаете, тут одна ракета стоит миллионы или сотни тысяч долларов, вот и все очень простые методы, и только тогда, когда Россия получит такие военные удары, тогда можно говорить о переговорах, добыча, что такое войну, война это добыча, кому вы писали об этом, извините, вы говорили, что у вас были контакты, я передал соответствующие, к ним все передал, в администрацию, смотрите, я не знаю, как они думают, я не знаю, как они думают, я просто вынужден это публично озвучить, почему, что такое война, здесь, понимаете, война это добыча, всегда было исторически, на войну шли, чтобы захватить, что-то добыть, так вот, у той стороны, которая нападает, у нее не должно быть добычи, должны быть только потери, значит, нанести нужно такие удары, чтобы были потери, не силами живых людей, есть же современные способы, они уже применяются, мы просто, они распылены, я вижу, они локально где-то какие-то удары наносят, но тут концентрирован удар, удар по хребту, это первое, потом по войне, мы сейчас слышим, что Запад не соглашается, Запад не дает разрешения, эскалации и так далее, они боятся, якобы, что Россия завтра возьмется за ядерное оружие и другой уровень войны будет, но если боятся, то Путин, если будет об этом знать, он каждый раз при любой ситуации будет размахивать дубинкой, запугивать и в любой ситуации выигрывать будет, я приведу простой пример, вот представьте американское общество, мы все знаем, что американцы имеют право носить оружие, при соответствии подготовки лицензию берут, если на твой дом напали, ты имеешь право в рамках самовороны применять оружие, убивать тех, кто нападает на тебя, а вот представьте себе, что в Америке были следующие законы, что нет, у тебя оружие есть, но ты имеешь право стрелять в сантиметр от этого человека или организовать легкое ранение, царапину, глубина не больше полу сантиметра, ну то есть тогда они должны были быть супер снайперами, но этого же нет, то есть американцы имеют право применять оружие как средство самообороны, а мы видим, что Украина получает оружие, но куча оговорок, по сути, это не дает им возможность применять оружие как положено, что нужно для этого делать, ну мы слышим, что вот американцы такие вот уперт, не соглашаются, но мы же видим, что прогресс идет, что сначала им даже с большим трудом давали какие-то простые виды оружия, сейчас уже самолеты пошли, до этого танки не хотели, броневики не хотели давать, идет процесс, это очевидная вещь, значит, надо провести усиленную работу, убедить своих союзников, убедить, что называется, зачем десятки бригад создавать, мучить людей, когда вот у тебя есть оружие, и его нужно просто союзник убедить, бросить, скажем, значительные силы на то, чтобы найти аргументы, они несложные, значит, мало этим занимаются, понимаете, и все, вот до тех пор, пока Путин и этот режим не будет разгромлен, Украины житья не будет, и вот те самые асимметричные удары, они вот сейчас на поверхности, на поверхности, вот, что вот как раз я в этой связи хотел сказать, вот мечты Арестовича или каких-то других аналитиков, я вижу, что со стороны офиса Зеленского тоже озвучивается о неких переговорах, но по действиям я вижу, что они прекрасно понимают, им переговоры не нужны, потому что эти переговоры губительны для Украины, они губительны, и сами украинцы, я понимаю, им очень тяжело сейчас, война, но на самом деле, просто оглянитесь назад, в 2014 году не просто так отобрали Восток и Крым, я знаю, что многие известные люди говорили, ладно, украинцы, закройтесь, от вас отобрали какую-то часть территории, зато вы имеете возможность развиваться, войти в Европу, стать крутым государством, что в итоге получилось, в итоге Путин пришел дальше, и он не успокоится, пока не уничтожит Украину, мы все знаем его замысел, мы все знаем, что это фашистская страна, и она не остановится, и что будет дальше, сейчас, вот посмотрите, недавно были совещания ШОС, кто туда вошел, ШОС объединился, Китай, Индия, так называемая демократическая, на самом деле, не демократическая страна, Китай, Индия, главные спонсоры экономики и войны России, потому что они покупают нефть, газ, номер один Китай, следующий Индия, они дают деньги, на эти деньги Россия покупает оружие, и вот теперь туда вошли все диктаторские страны, включая Иран, что они, они выстраивают не просто союз, сейчас идет кооперация вертикальная, включая среднеазиатские страны, следующий шаг, просто Путин, вот мы же знаем, что Беларусь, это формальное союзное государство, это фактически губерния России, вот эти все так называемые республики, они тоже уже в статусе можно считать губернии, Казахстан тоже губерния России, Казахстан давно губерния, давно, и это наша страна вся знает, я когда слушаю военных аналитиков, я недавно, буквально вчера слушал военных аналитиков, я поражок, полтора года я привожу аргументы, показываю, международная пресса пишет, показывает, как Казахстан помогает обходить санкции, американцы, там, ряда компаний внеслись в санкционный список, это бесполезно, Украина, две компании указом Зеленского тоже ввела санкционный список, это бесполезно, я много раз говорил, эти компании, они однодневки, их создает сама власть, политическая верхушка, нужно бить санкциями по ним, что говорят военные аналитики или другие аналитики Украины, они говорят, когда спор идет, войдут, ли ОДКБ будут ли помогать Путину, что такое ОДКБ, это Армения, которая заморозила свои участия в ОДКБ, это Кыргызстан, который прислал свои, так называемые, войска, в январе 22-го года, когда у нас были массовые протесты, 400 тысяч человек минимум вышел на улицы, Кыргызстан прислал в ОДКБ, в составе ОДКБ 100 человек, что такое Беларусь, они прислали две роты, 200 человек, то есть фактически ОДКБ это Россия, поэтому, когда идут рассуждения, пришлет ли ОДКБ свои войска, здесь идет только о неком символическом жесте, когда Путин может сделать потенциальное обращение к главам государств к членам ОДКБ, и они пришлют свои некие роты, но на самом деле за этим, конечно, больше смысл, в чем смысл, в Центральной Азии живет более 70 миллионов человек, для того, чтобы Путину не дестабилизировать политическую обстановку в стране, у него есть возможность привлечь живую силу, так называемую мясо, именно Центральной Азии. 8 миллионов человек в России получили гражданство именно представителей Центральной Азиатской государств, в большей степени Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, вот именно основные эти государства. Там от каждой страны в среднем по 2 миллиона человек живет и работает в России. Поэтому в первую очередь Путин, когда такого рода действия будут сделаны, получит живую силу, легко, полмиллиона человек за эти деньги, которые он сейчас контрактует, он спокойно привлечет живую силу Центральной Азиатской государств и не дестабилизирует политическую обстановку. Он может так воевать бесконечно. Там такого мяса еще много, можно хоть несколько миллионов собрать. Поэтому, когда аналитики рассуждают так, я вчера слышал, смеялся, ну как, Казахстан, как вы думаете, пришлет? Нет, Укаев не пришлет, он понимает. А Лукашенко, Лукашенко, вот видите, он все время угрожает, он не будет воевать. Лукашенко это вассал, он делает ровно столько, сколько ему говорит Путин. Если Путин поймет, что завтра Беларуси нужно включиться в войну, он включится и никакого сопротивления и будет, потому что он полностью зависим от Путина. Не будет Путина, его власть пойдет. Август 2020 года это показал. То же самое в Казахстане. В январе 2022 года, если бы не путиновские войска, режим в Казахстане палбы. И поэтому говорить о том, что это некие независимые государства, изображает вести с ними переговоры, поздравлять, как Зеленский поздравлял Тукаева с Новым годом, вот текущим, или с победой на президентских выборах, диктатора, который расстрелял сотни людей, это государство Украина, которое стремится войти в состав европейского сообщества, он единственный поздравил из демократических государств диктатора, который убивал свой народ. Это говорит о том, что нужно выстраивать нормальные приоритеты, понимаете, нормальных союзников. И Путин сейчас полностью фактически взял под контроль центрально-азиатские государства. И более того, он расширил, он выстраивает союзы, ездит в Вьетнам, это совок, договорился с Китаем, Северная Корея, это собирается в кулак. Это нужно ясно понимать. И все время говорить о том, что рассуждать о том, что якобы эти государства, я имею ввиду, Казахстан, Беларусь, не будут воевать, это смешно. Это значит не понимать природу этих политических систем. Они все под Путиным. Понимаете? Вот нужно в первую очередь ясно все это осознавать и после этого осознать, что никаких мирных переговоров не может быть. не может быть в принципе, потому что они губительны, губительны. В ближайший год-два, если, допустим, даже если переговоры состоятся и будут мирные переговоры, и вдруг о чем-то договорятся, через короткое время, год-два, будет новая война, и Украина тогда будет еще хуже, и будет хуже Польши, Латвии, Литве, все эти государства будут проглочены, как это сделал Сталин в 40-ом году и 39-ом году, будут проглочены. Вот собственно что я хотел бы сказать, когда вы задали вопрос, что нужно делать, нужно отбросить иллюзии, раз, понять, что перед тобой враг и с ним никаких переговоров не может быть, его нужно только бить, необходимо добиваться внутренних протестов, да, люди вроде бы рабы, но это заблуждение, когда у людей отберут кусок хлеба, я прекрасно помню начало 90-х года, когда люди с касками выходили, блокировали Белый дом, я прекрасно помню, когда в 91-ом году эти люди дрались, и в России таких людей много, просто нужно, война к ним пришла в дом, в царской России 18% ВВП было потеряно, это привело к голоду, к разрушению, отказы, отказы от своего титула самодержавца Николая II, февральской революции и так далее, это только должно быть экономическое ухудшение, экономическое ухудшение это санкции, это асимметричные удары такого рода, которые, между прочим, немного стоят, просто я это вижу, и украинцы это видят, но почему-то не делают концентрированные удары, которые разрушат экономику. Ну что ж, есть над чем подумать и возможно вы будете услышаны, спасибо, что нашли время сегодня поговорить с нами и всего вам доброго, до следующего раза. Мухтар Аблязов был на прямой связи с Грэмом.